всем привет с вами Полли у меня такая большая посылка сейчас я попробую показать от начала до конца вот она начинается вот она продолжается ой-ой-ой большая такая и вот здесь она заканчивается давайте мы сейчас попробуем открыть в смысле мы ее конечно же откроем в любом случае завернута в такую пленку наверное не резать надо вот здесь скорее всего вот так я думаю что нужно резать вот так классно пахнет обожаю этот запах как вы думаете что же здесь внутри мне предлагали на почте осмотр но я поняла что сил моих не хватит это все там распаковывать моральных вот здесь подрамники модульные я клею натягиваю в общем-то натягиваю сначала потом проклеиваю грунтую холсты сейчас секунду надо понять как их отсюда может вытряхнуть как они большие тут метровые есть и поменьше я надеюсь что видно боже сейчас лапа упадет наверно потому что неудобно конечно это все большие большие у меня подрамники вот я не помню сколько штук заказала получается написано 105 сантиметров сантиметровые и по моему там 60 или 65 и еще какие то то есть их тут раз два три 4 5 6 7 наверно 8 сейчас откроем посмотрим по моему должно быть 8 или 6 я уже не помню ну какое-то четное количество это у нас два одинаковых надеюсь видно на одинаковых потом по больших мне нужно были метровые со всех сторон скотч чтобы ничего не разбила стоит лампа торшер освещает мне мой процесс так тут их два если их не буду раскрывать пусть так и будут свернуты видите да два по 105 по 105 здесь тоже два и тут два ну правильно 2 4 6 8 8 штук подрамников я не помню в деньгах по моему мета обошлось 300 с чем-то гривен за заставка так что 8 подрамников на две получается картины вот как-то так ко мне доехали вот ну достаточно быстро приехали пишите пожалуйста в комментариях используете ли вы модульные подрамники они вот здесь соединяются и чудесным образом превращаются в нормальный готовый подрамник у меня есть мебельный степлер общем всякие нужные инструменты если вы видели я показывала купила себе в прошлом году щипцы для натягивания холстов и активно этим занимаюсь все у меня вот такая маленькая посылочка сейчас мы откроем и посмотрим стороны так разрезать ничего не повредить то что внутри а что внутри я еще не знаю это есть такие ножи разные ну знаете канцелярский или как они там называются а есть вот такой ножик в виде пера в виде ручки то есть им удобно если нужно что-то почистить пользоваться вот таким вот образом и к нему идут запасные лезвия я очень рада что нашла этот нож лезвие а вот так они открываются и такие маленькие вот их тут много когда его увидела сразу заказала потому что бывает что нужно что-то почистить это очень удобный инструмент чтобы не лезвием вот это знаете елозить ну от ножа а вот в нормальном привычном варианте как мы любим рисовать очень удобно я считаю вещь так что это тоже для творчества будет мне полезно вот такой пакетик сейчас мы его как-то раскроем и посмотрим что внутри что-то для творчества сейчас мы откроем значит так у нас в украине перестали производить один очень нужный клей я только его можно сказать как бы так не сказать распробовала про клей но я только научилась им пользоваться очень классный топ топ я им клею петельки и прекратили производство но возможно что завод был разрушен я не знаю в общем могу сказать что это очень хороший клей его нашла и заказала до украина город харьков по всей видимости там все очень печально клей очень хороший действительно просто суперский я на него клею петельки на картины которые меня на двп например да холст на двп сзади я клею петельки и они прекрасно держатся даже на больших картинах так что вот нашла в одном месте заказала три тюбика у меня в общем-то надолго хватит мне еще есть так что вот так вот обходимся заказываем уже клей по интернету вот такая маленькая посылочка понятия не имею что в ней это молды это ко мне приехали моды сам покажу кулёк надо разорвать по всему это для того чтобы в них заливать например гипс вы поняли наверно видно и получаются формочки вот такие вот молды маленькая посылочка давайте и откроем кулёк Вот так. Вот так. Поливки гипсом. Что тут? Что-то еще? Меня даже больше интересует, что здесь интересно. Что там-то я знаю. А что здесь? А, они показали, как заливается. Видите? Сейчас вам покажу. Мой класс. Мне залили... Я все равно эту формочку использую. Можно вот так наклеить. Мой класс. Молды, сердечки. Так. Здесь часики. Ну, в общем, вы видите, потом достану, там прилипло. А здесь и здесь часики. То есть, можно вот так заливать. Покажу поближе. Да? Видно наверно? Вот, смотрите. Очень даже, кстати, хорошо получается. Детально. Я думала, что мелкие детали не будут видны, но не отвидны. Очень хорошо даже. Кстати, у этого продавца, по-моему, есть сердечки. Ну, в общем, я, наверное, куплю потом еще сердечки. И у меня есть еще одна посылочка. Есть еще вот такая посылочка. Я предполагаю, что там тоже молды. Я сейчас их покупаю. Молды это формочки под заливки. Ну, кто-то заливает гипсом, кто-то разными другими веществами. Сейчас это популярно. Ну, это интересно. Можно использовать для декора, для творчества разного. Так, давайте смотреть. Кто-то смолой заливает. Кто чем. Так, что тут у нас? Тоже мне что-то прислали. Так. Вот это очень классно. Это рамочки такие маленькие. Маленькие такие рамочки. Я, кстати, хочу еще заказать большого размера рамку. Так, видно, надеюсь, да? То есть, это заливается, потом клеится. Будет очень-очень красиво делать микс-арт. Ну, мягенькая такая, силиконовая. Так, а что здесь у нас? А, здесь мне, видимо, показали, залили, как оно получается. То есть, можно брать и использовать прямо сразу. Сейчас, 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 сейчас. Найдем, как сюда попасть. Вот как сюда попасть? Заклеивают со всех сторон. Ой, тоже разломалась. Очень жалко. Но ничего, мы ее, мы ее, по-моему, еще есть. Мы ее все равно используем для микс-арта. Я ее склею и... А вот это целая. Классненькая. Смотрите, какая классненькая, да? Красивенькая. Надо большой найти. Надо молд найти под большие рамки. Очень миленько. Смотрите, это отсюда? Это отсюда. Смотрите, наверно. Или, может быть, не отсюда, но размерчик... Нет, наверное, не отсюда. Но размерчик примерно такой же. Почти такой же. То есть, получается, вот такая миленькая рамочка. Я, кстати, видела такие. Думаю, боже, какие они классненькие. Где они их покупают? Искала, не могла найти. Оказывается, их вот выливают из гипса. Вы видите, да? А эту мы, конечно, склеим. Ее, кстати, можно даже не склеивать, а сделать микс такой оригинальный. Даже не пойму, как он. Я, кстати, не люблю пазлы. И сейчас это, наверное, будет всем заметно. Потому что я терпеть не могу собирать пазлы с детства. Ну, не мое это занятие. Ладно. В общем... В общем... Я даже не пойму, как... Боже... Как разломалась эта штучка. Ну, наверное, как-то так. Ну, вот как-то так. Вот. Нашла. Просто она очень странно. Очень... А, в середине. Вот так. Вот. То есть рамочка была вот такая. Вы поняли, да, меня? Ой, хорошие рамочки. Здесь можно вообще маленькие всякие разные такие штуки. Но это именно для микс-арта, который я делаю, уже начала делать. И буду в ближайшее время тоже совершенствоваться. Так что молды мне необходимы. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете. Обязательно делитесь своим мнением. Я просто в полном восторге от того, что всякие разные элементы можно вылить в виде вот гипсовых, например, фрагментов, элементов. И можно это все использовать. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Нажимайте колокольчик. Вот эти такие штучки. Ставьте лайки. Всем пока!